Интересно, а есть где-нибудь роботы-борцы? Представляете, двухметровые машины со сломанными ушами. Ну а если серьезно, с нашими представителями единоборств не справится ни один киборг. Ведь мы гегемоны спортивной борьбы в мире. В этом убедился Вадим Фурсов, посетивший фестиваль традиционных видов борьбы России. Кстати, в этом турнире приняли участие не только россияне, но и жители стран Содружества. Вадим Фурсов Вадим Фурсов, посетивший фестиваль традиционных видов борьбы народов России. Впрочем, на этом турнире личный триумфторичен. Фестиваль в немалой степени носит межнациональную гуманитарную миссию. И, между прочим, открытый формат. Россиянам тут нередко противостоят соседи из стран Содружества. Фестивали такие нужды, чтобы все знали, когда видели друг друга на улице, чтобы здоровались, обнимались. Ну, общая у нас есть борьба с флотчатами. Марату Кепкееву пришлось как следует попотеть аж в двух финалах. Сначала он стал лучшим в татаро-башкирской борьбе на кушаках. Что весьма непросто. Правила полны ограничений. Подсечки запрещены, руками можно хватать только за кушак. А сама схватка проходит под аккомпанемент народной татарской музыки. В итоге Марат быстро адаптировался к правилам и выиграл. Ну, а в кавказской борьбе жителю Карачаева-Черкесии не было равных и подавно. Здесь тоже хватают друг друга за пояс, но уже можно применять ноги, да и у рук больше простора для импровизации. И здесь Марат сошелся с одним из лучших киргизских бойцов Табышалы Сейтебековым. И снова победил гость из станицы Зеленчукской. Кто не в курсе, этот населенный пункт расположен недалеко от знаменитых горных курортов Дамбай и Архыз. Кстати, эти края всегда были богаты на таланты. Конечно, финальные схватки самые трудные, потому что уже лучше и лучше остаются. Но по воле я выиграл, я рад. К слову, на фестивале, который уже восьмой по счету, традиционно представлено более семи видов. Здесь и русская борьба, и якутская, и даже народа в Сибири. Таких, например, как Ханты и Манси. Что и говорит, здесь все не только со спортивным уклоном, но и культурно-историческим. Здесь атмосфера взаимовежливости, культуры. Вот мы сейчас увидели, да, ребята финальные, финальные боролись. И вышли, обсуждали, как вот тебе вот так вот надо было сделать прием, ну, по-другому надо было сделать. Нету, нету той вражды, да, которой, там, кто-то говорит, на самом деле есть общее дело, общее любимое дело – это борьба. Дружба народов – единство России. Таков девиз фестиваля борьбы. Спортсмены здесь не становятся мировыми звездами, а за их успехами не следят распиаренные вип-гости из шоу-бизнеса. Но зато тут есть та самая дружба народов, о которой часто любили говорить в некогда могущественном Советском Союзе. Кто знает, может быть именно борьба и поможет вернуть межнациональные отношения на былой высокий уровень, несмотря даже на то, что некоторые народы уже представляют другие государства. Вадим Фурсов, Денис Алиевский, Мирспорта, Москва.